В Петропавловске еще 51 семья получила новые дома. Люди переселяются в микрорайон на окраине областного центра, который строят специально для пострадавших. Их возводят за счет крупных компаний. Казахмыс, Казминерал, Салтын-Алмаз, Каражара и РБК-банка. Семья Амировых переехала в Петропавловск 6 лет назад. Только вроде бы обустроились, обжились, и вот пришлось бежать от стихии, которая обрушилась на их жилье. Целый месяц дом стоял в воде практически по самую крышу. Если все нормально, может, мало будет, вернемся. Так думала, я рассчитывала. А тут вот тебе нам. И только уехали, на другой день сразу холоднула вода. Все пропало, но немножко мы спасли вот эту одежду. Вот успели там дети, погрузили, солдаты помогли, МЧС помог. Вот вещи, немножко технику. И все. Ухаживать за садом и налаживать быт пенсионерка вместе с детьми будет уже на новом месте. Ой, зал какой красивый. Дай Бог, здесь у нас дети гуляли, игрались, родственники приезжали. Новоселы уже распределили между собой жилые комнаты. Приглядели место и для бани. Спальня вот моя первая будет, с внученькой буду. Дальняя спальня будет, зятя с дочкой. Зал и вот остальное все общее. Благодарно все. Благодарно, благодарно. Слов нет. Спасибо вам, что такой дом дали. Сегодня 51 семья получила ключи от собственных домов, построенных за счет средств меценатов. Они и стали первыми гостями новоселов. История показывает, что сила нашего народа в единстве. Казахтар Айтада, брлекты ель бузалмаз. И паводки этой весны, они в очередной раз показали истину этой казахской пословицы. Строилось все это быстро, за два месяца. Тем не менее, каждому жителю сказали, что два года гарантии на каждый из дома есть. Все недочеты, если они будут вылезать со временем, а это строительство такое бывает, да, все это будет устраняться. На строительство сотни новых домов и спонсорских средств потратили 2,5 миллиарда тенге. Помимо этого, на деньги меценатов для лишившихся жилья приобретают квартиры, ремонтируют дома и восстанавливают инфраструктуру. Всего же в помощь пострадавшим от половодия крупные компании и финансовые учреждения направили 40 миллиардов тенге.